Специально для сообщества Elder Council ВКонтакте Думаю, когда вы путешествовали по землям Скайрима, то встречая на своем пути группы изгоев, вряд ли кто-то из вас проникался к ним симпатией. Весь этот дикий народ практически без исключения является именно теми варварами и убийцами, какими они кажутся на первый взгляд. Известно, что как минимум начиная со второй эры и заканчивая четвертой, цивилизованному населению империи всегда советовали избегать встреч с Ричманами, а также обходить стороной их поселения и лагеря. Но для начала перейдем к истокам этого народа. Предки Ричманов были одними из самых первых переселенцев с континента Атмара, которые обосновались в землях предела примерно в конце Меретической эры. Западный предел всегда был спорной территорией между провинциями Скайрим и Хайрок. Когда переселенцы Сатмары поселились в этих краях, он был одним из холдов Скайримской империи. Но после ее распада эльфы клана Диренни, управлявшие в те времена Хайроком, решили отомстить Нордам, захватив предел и установив в нем свое господство. Конечно, благодаря королю Вулфхарту западный предел в итоге был очищен от клана Диренни, но последствия его пребывания видны в жителях предела и поныне. В результате многовекового кровосмешения с эльфами, а вскоре и не только с ними, ричманы на сегодняшний день являются расой полукровок даже относительно бретонцев. Их генеалогия включает в себя почти все возможные расы с преобладанием эльфийской крови, из-за чего они до сих пор разделяют надменное и замкнутое поведение, присущее мерам. И все же по крови они ближе всего к бретонцам, но с примесью всех других народов, поскольку ричманы похищают детей всех смертных рас, чтобы потом с ними скрещиваться. Известно, что ричманы долгое время торговали с крепостями орков, находящимися в их горах, из чего можно предположить, что союзы с орками также не обошли их народ стороной. Магия ричманов, основы для которой были заимствованы ими у тех же арсимеров, широко изучается многими учеными, хотя это и запрещено гильдией магов, которая опасается ее как опасную, дикую и тайную волшбу, сопряженную с некромантией. Благодаря ней ричманов также стали называть колдунами Хайрока. Ричманы считаются жителями Тамриэля гнусными язычниками, поскольку отвергают восемь божеств и презирают Аэдра. Они поклоняются так называемым старым богам, коими на самом деле являются Даэдра. Поклонение варьируется от клана к клану, но самым популярным среди принцев считается Херсин, источник темной природы их магии. Кроме него, они поклоняются Намире, Молокбалу, а также, возможно, Переайту, поскольку его святилища можно обнаружить в их землях. Ричманы ассоциируют принцев с природой и считают цивилизацию и цивилизованные народы ниже себя, и потому им нет дела до более утонченных принцев, наподобие Сангвина, Клавикуса Вайла или Азуры. Бретонка Артенис Беллок, которая находилась в рабстве у Ричманов восемь лет, написала книгу о своих злоключениях. Она жила в клане вороньих жен, которые поклонялись Намире, и ей постоянно приходилось наблюдать ужасающие ритуалы. От погребения заживо и принятия кровавых ванн до безудержного расчленения в присутствии жуткого алтаря. Когда племя взывало к Намире, место ритуала покрывали кишащие массы многоножек, тараканов и тому подобных мерзких насекомых, которых члены клана зачастую ели прямо с земли во время молитв. Дети племени, казавшиеся слабыми, приносились в жертву Намире в дополнение к обычным беспорядочным жертвоприношениям. В свободное от нечистой магии и омерзительных диэдрических ритуалов время вороньи жены вели примитивный и варварский образ жизни, совершая набеги на другие племена или близлежащие поселения. Ричманы с самых древних времен почитают отвратительных ведьм, которые зовутся ворожиями. Зачастую они становятся главой клана, потому как без преувеличения обладают большой силой и тайными магическими познаниями. Ворожии единственные, кто до наших дней сохранил тайны некроманского искусства драконьих жрецов, которые они периодически используют, вырезая из груди некоторых ричманов настоящее сердце и заменяя его на вересковое, после чего такой воин становится в разы сильнее. История контактов коренных жителей предела с другими регионами Тамриэля весьма обширна. Примерно в 1030 году первой эры императрица Сиродила Хестра вторглась со своей армией в независимый на тот момент предел, которым управляли 10 королей, ведущих друг с другом вражду. Как гласят легенды, отчаянное сопротивление имперцам оказали партизанские отряды Ричмана под именем Фаолан Красный Орел, который, ко всему прочему, перед смертью в одиночку положил около тысячи вражеских солдат с помощью своего огненного клинка. Его отнесли в приготовленное для него место – гробницу, скрытую в глубине скалы. Из последних сил он вручил меч своему народу и дал клятву. Они должны были продолжить борьбу, и когда предел снова станет свободным, возвратить его клинок. Тогда Красный Орел восстанет и вновь будет им повелевать. Далее Ричманы появляются в истории второй эры и уже в качестве невиданных захватчиков. После смерти Аковирского патентата Савириен Чарака и наступления между царствия, предельцы каким-то образом сумели захватить Сиродил и установили там свою собственную династию, которая известна как Императоры Длинного Дома. Первым ее императором стал, собственно, сам варвар-завоеватель по имени Дуркарах. Однако вскоре, когда он решил присоединить к своим землям еще и Хайрок, его армия была разгромлена силами первого Даггерфольского ковенанта, а сам Дуркарах был убит королем Эмериком. Леовик, последний из императоров Длинного Дома, дошел до того, что узаконил поклонение Доэдра, после чего обратил на себя гнев многих дворян, которые когда-то были в числе его сторонников. Один из этих бывших сторонников, Варен Аквилариус из Королла, собрал армию из своих колавианских соратников и положил конец династии Ричманов, убив Леовика в тронном зале имперского города. В конце второй эры происходит знаменитая битва у Старого Хролдена, в которой молодой генерал Хьялти, будущий император Тайбер Септим, вместе с Кулихайном отбивал предел у Ричманов. Битва окончилась взятием неприступного бастиона и тем самым Кулихайн, король Фолкрита, укрепил свои северные границы, чтобы затем двинуться в поход на имперский город. Кстати, после взятия Старого Хролдена Хьялти и стали называть Талосом, что означает «коронованный бурей». В 174 году 4 эры, пользуясь ослаблением империи в ходе войны с Доминионом, Ричманы решают отбить свои древние земли у нордов и в ходе восстания под предводительством Мадонаха захватывают город Маркарт. Спустя два года Ульфрик-буревестник Ярл Виндхельма вместе со своими воинами подавил восстание изгоев, бросив Мадонаха в тюрьму и предав мечу всех его сторонников. После этого за Ричманами и закрепляется имя изгоев, преступников на собственной земле. После подавления восстания, часть народа предела ушла в горы, чтобы дальше продолжать борьбу с нордами. Мадонах, тем не менее, оказался не так прост, и все эти годы незримо управлял изгоями из тюрьмы Сидна, готовя месть против нордов. Как поступить с Мадонахом, убить или же помочь бежать, вновь позволив Ричманам захватить Маркарт, решать игроку. И на этом мой рассказ на сегодня окончен. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк и вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами был Эш Кинг, всем пока! ВКонтакте в группе Elder Council совместно с магазином Гамазавр проводится творческий конкурс, победитель которого получит Fallout 4. Все подробности в группе Elder Council, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok